Скажу то, что очень сильно хочу сказать, то, что является самым важным сейчас и то, за что действительно я могу быть арестованным, да, безусловно. Я призываю вас всех приходить на акции 28 января в Москве и Санкт-Петербурге особенно, потому что в Москве и Санкт-Петербурге власть настолько наглая, что она в принципе заявила о том, что она больше никогда не будет согласовывать никакие акции. Нам дают какие-то унизительные совершенно варианты, типа идите в Сокольники и в лесу протестуйте, поэтому я хочу совершенно ясно, четко признать. Передаю большой привет всем в мэрии, кто заявили вот только что, минуту назад, что если не прекратятся призывы к акции 28 января, мы обратимся в прокуратуру. Обращайтесь в прокуратуру, дорогие москвичи, в воскресенье 28 января приходите все на акцию протеста в 14 часов на Тверскую улицу. В Санкт-Петербурге приходите, классное название, площадь пролетарской диктатуры в 14 часов. Это самое важное, что вы можете сейчас сделать. Вот в политике разные есть вещи, какие-то более важные, какие-то менее важные, разные стратегии эффективности, но совершенно точно, и будет очень сложно спорить с этим мнением, самое главное, что может сделать сейчас каждый человек, это выходить на акцию протеста. Потому что политика в России сейчас, где нас не пускают на выборы, где нас не пускают средства массовой информации, где невозможно выиграть суд у чиновника, где даже местные депутаты, местные же депутаты, вот снова Яшин и Красносельский район подали заявку на площадь Сахарова. Им не дают. Несколько десятков депутатов обратились к мэрии Москвы, ну разрешите акцию 28 января, что вы занимаетесь ерундой, не разрешают. Ну так вот в этой ситуации, когда нам запрещают абсолютно все, главное, что может делать каждый человек, и самое эффективное, что он может делать, выходить на улицу своим мирным протестом. У нас есть право протестовать, и давайте честно скажем, вот сейчас все остальные наши вещи, которые мы можем делать, мы можем писать колонки, конечно, мы можем заниматься просвещением, мы можем работать над нравами общества и так далее. Все это очень классно, но и весьма вторично. Если мы хотим добиваться результата, нам нужно стоять на своем, нам нужно выходить. Так работает это во всем мире, не только в России, даже в развитых обществах. Ну я сегодня в посте писал, повторюсь, посмотрите на США, или Францию, или Великобританию. Ну господи, казалось бы, а этим людям что выходить на улицу? Они должны идти на выборы, и они ходят на выборы, у них есть политики, которых они выдвигают, этих политиков регистрируют, и, казалось бы, нет никаких причин вообще что-то на улице там изображать. И средства массовой информации у них открыты. И есть много-много-много разных механизмов влияния на жизнь общества. Ты можешь объединяться в союзы, некоммерческие организации, можешь делать профсоюзы, трудовых коллективов, выступать за что-то. И все это происходит и делается. Но самая главная основа политики – это люди, которые выходят на улицы и заявляют о своих требованиях. Только таким образом эти требования будут услышаны даже самим обществом. Только таким образом само общество осознает, что вообще внутри него происходит, что внутри него нарастает. Потому что, ну вот смотрите, до нашей акции 26 марта вообще не было в контексте, в повестке никакой там молодежи, школьников и всего остального. Мы провели, кстати говоря, сегодня День студента, поздравляю всех с Днем студента, всех Татьян отдельно поздравляю. Мы провели акцию 26 числа, на нее вышло довольно много молодежи. Мы гордимся тем, что молодежь поддерживает. И посмотрите, и Путин побежал по школам, и специальные какие-то блогеры выступают в Думе, и целые целевые программы принимаются. И уже Путин свое выдвижение на президентских выборах делает не только на заводе, но и на собрании волонтеров, где в основном молодежь. Все изменилось. Почему? Потому что они увидели, ну вот эта молодежь пошла на улицы, значит, наверное, об этом нужно поговорить. Это случилось, это стало фактом политической жизни. В 2012 году, да, когда мы перестали выходить на улицы, все это было отыграно обратно. Но в начале ведь что получилось? Заявлено, что возвращается выбор губернаторов, заявлено о том, что и сделано было, что гораздо меньше подписей нужно для выборов президента, уведомительный, почти уведомительный порядок регистрации политических партий, не на всех распространяется, на нас не распространилось. Но вот если бы тогда мы продержались бы подольше, не только фактически один год, 2012, но это продолжалось бы и дальше, последствия были бы совершенно другие. Просто нам нужно упорно работать. Это политическая работа каждого человека выходить на улицу и требовать своего. Не будем этого делать, но ничего не добьемся. Если вы не выходите на митинги, ребята, не жалуйтесь, что у вас плохая жизнь, не жалуйтесь, что у вас маленькая зарплата, не жалуйтесь, что противный Путин сажает кого-то за посты во ВКонтакте или какого-то режиссера. Он делает это, потому что не встречает отпора общества. А отпором общества они считают только митинги. Вот эти ребята из Кремля, жулики эти, они только митинги считают. Все остальное их интересует в гораздо-гораздо меньшей степени. А пенсионеры вышли тогда на митинги против монетизации льгот? Сразу все получили. Вот именно так это работает. И, собственно говоря, сам Кремль нам сейчас очень ясно поясняет, что да, 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 это единственное, чего мы боимся. Это единственное, что мы принимаем во внимание. Потому что сейчас идут какие-то политические события, выборы вроде как. Но все, что происходит в политике, это погромы наших штабов. Вот у меня тут лежит сводка целая, да, но я просто скажу, что только за последние несколько дней у нас 38 настоящих налетов на штабы с изъятиями. Как минимум листовок. Везде ищут листовки с приглашением даже на разрешенные мероприятия. То есть у нас больше 100 городов участвует в акции 28 января, в это воскресенье. В минимальном количестве городов нам не согласовали. В 95% случаев все согласовано. Но даже листовки на согласованные мероприятия изымают. Почему? Потому что боятся. Хотя, чтобы поменьше народу пришло. Им очень важно, чтобы сработал фактор холода. А второй фактор просто отсутствия информации. Поэтому идут настоящие погромы в штабах. Вы знаете, я очень подробно, я еще подробнее буду об этом говорить. Ведь ликвидировано совершенно незаконным образом юридическое лицо наше, через которое мы ввели организацию забастовки избирателя и раньше избирательной кампании. Арестован наш избирательный счет. Весьма вопиющим образом тоже об этом скажу. Поэтому мы починили данные здесь. И я вот сегодня объявляю такую операцию «Феникс» в возрождении. У нас 2 миллиона 300 тысяч ваших рублей арестовано на счету. И они считают, что таким образом мы ликвидировали их юрлицо, у них ничего не получится. Но, собственно говоря, для этого мы и запланировали, мы и научились собирать пожертвования здесь на Ютьюбе. И вот я поставил планку, попросил поставить планку 2 миллиона 300 тысяч рублей. Вот ровно столько денег, сколько они заморозили на счете. Я через, наверное, несколько эфиров, конечно, это будет. Я планирую собрать, и я поэтому призываю всех вас участвовать в этой самой операции «Феникс». Показать им всем, что не получится таким образом остановить нас. Полицейские силы, которые задействованы, ну, конечно, совершенно потрясающие. В штабы приходят десятки полицейских, следят за нашими активистами. Волонтеры ходят, раздают листовочки, за ними ходят целые наряды, наряды людей. Вот вы видите, сейчас идет видео, из разных городов, как эти самые полицейские налеты совершенно потрясающе происходят. Не только изъятие есть, конечно, у нас есть прямо и аресты, причем совершенно незаконные. И они нужны для того, чтобы просто помешать проведению наших акций. У нас такие самые большие потери людские. Это Ростов-на-Дону. Ну, как потери? Это одному человеку дали 10 суток, второму человеку 8 суток. Это возвратные потери, к счастью. Но, тем не менее, они пытаются таким образом сорвать эти акции. Поэтому Ростов-на-Дону, выходите обязательно. Вот ответьте на это на все. Там у нас штрафы различные. Лидер пока сейчас по задержаниям у нас Омск, 8 человек задержано. В Пензе 3 человека. Самые такие агрессивные администрации это Псков и Санкт-Петербург. Там постоянно, там по несколько раз приходят в наши штабы. Но мы совершенно точно этого не боимся. И мы совершенно точно не остановимся. И мы знаем и понимаем, что если мы этого делать не будем, не будем вас организовывать для того, чтобы выходить на улицы, все потеряет смысл. Ну, вернее, нет, неправильно. Дайте сам себя поправлю. Мне, конечно, не потеряет смысл. Но эффективность этого всего упадет в разы. Вспомните, кстати говоря, Координационный совет, который считается многими таким неуспешным проектом Координационного совета позиций, который был создан на волне вот этих протестных митингов 2011-2012 года. Когда эти митинги проходили, были же опросы Фонда общественного мнения, которые заказывал Кремль, и о которых мы узнали потом из взломанной переписки кремлевских чиновников, которые были просто шокированы тем, что тогдашние опросы их социологии показывали, что там 20-30, по-моему, 35% людей, или там чуть ли не 40, готовы были проголосовать на выборах за Координационный совет оппозиции. Почему это происходило? Потому что митинги сами по себе меняют общественное мнение. Люди же сидят и думают в каком-нибудь городе, в том числе Омске или Пензе, они думают, ну у нас-то все за Путина, у нас-то все эти выборы считают настоящими выборами, а я здесь один на весь Омск такой сижу умный и считаю, что это не выборы. Но я один, поэтому чего же я буду молчать, что я буду выступать очень много. А потом бах, происходит митинг, и выходит на него там несколько тысяч человек, пара тысяч человек и человек. И любой наблюдатель осознает, что все совсем не так. Если на морозе в условиях запретов и противодействия выходят тысячи людей, значит миллионы стоят за этой идеей. Поэтому, ребята, в воскресенье в каждом городе, выходите, ну в каждом крупном городе, найдите ссылку в описании, найдите свой город, присоединяйте. Еще раз, Москва, Тверская улица, любая точка Тверской улицы от Маяковской до Манежной, приходите или идите против часовой стрелки, или если хотите вот где-то собираться, то на Маяковскую, памятник Маяковскому собирайтесь. Санкт-Петербург, это площадь прекрасная пролетарской диктатуры, тоже в 14 часов, в описании ссылка, найдете в ней свой город и приходите.